второй матч группы d начинаем смотреть твп innovation против зеста встречаются и стартовая карта это ever dream innovation появляется в левом нижнем углу представитель китайской команды каити гейминг ну и его оппонент зест представитель коллектива райсер 6 я признаться так и не дал себе труда посмотреть у этой организации корни ли какие-то снг шны или нет мне почему-то так казалось за того что я узнал о них по составу в паб джи и вроде как эта игра у нас популярна но в общем не факт так мы просто знаем эту команду потому что за нее выступает блайк старкрафте ну и за нее же выступает за посмотрим что у него получится за 100 innovation конечно странно что в одной группе оказались потому что оба они считали что их никто не выберет innovation начал говорить это первым но кроме того все все считали что из-за того что innovation точно никто не выберет он окажется в группе d потому что групп группу d пойдет последний игрок которого никто не выбрал но в итоге рагнарок сказал ой все у нас уже без вариантов точно у нас будет innovation давайте я возьму его пораньше и оказался в группе d последним не у него на зэст который тоже сидел и говорил что кишка у вас танка меня взять хоть кому-нибудь так получилось и в итоге на выше на заст оказались вместе и перед друг с другом на старте вот потенциально два самых сложных игрока во всем втором групповом этапе а тут еще и мару да вот такая группа получилось рагнароку повезло конечно больше всех вот такой вот дебют innovation спрятал барак за с пробочкой нашел это все и вынужден был отреагировать зилотом потому что ждал естественно прокси более жесткого в итоге он понял что барак находится дома и полетит домой и заст отправляет по итогу зилота и stalker вперед ну потому что у него эти юниты есть их надо реализовывать а innovation ставит факту в прокси и здесь еще и прячет рабочего может быть он потом будет ставить какой-то starport здесь и сейчас уеда выше на есть определенные проблемы просто с тем чтоб нормально отбиться от стартовых юнитов мистер форта прокси cc 3 ставят вот человек да и его кушат сейчас стенку ему пробьют у него из боевых юнитов в принципе риппер а он ставит 3 цц красавчик я думаю что innovation просто оттренировал этот билд прицельно и в принципе знал что протаса действует именно так и какие у него тут свои лимиты какие у него есть запаса говорят в последнее время innovation часто побеждает зеста на онлайн турнирах как говорят в корее то что происходит на онлайн турнирах остается на онлайн турнирах странным образом на gsl нередко своя атмосфера но конечно обычно мы начинаем отмазывать как раз таких игроков как innovation говорит что да они просто не мотивированы в этой группе вообще сложно сказать кто мотивирован рагнарок разве что да потому что все остальные в принципе уже всего добились ну разве что может быть титулов чемпиона мира набрали еще не по всем версиям ни у кого из них нет близко на innovation если мне память не изменяет по-моему какой-то из турниров в цс все-таки выигрывали ну-ка сейчас я пролистаю понятно что у него есть и мы правда не катавицы и у него есть вес как и у марта есть чемпион-то он чемпион но вот конкретно да вот с сезон ванн выигрывал и своя со 40 тысяч долларов получил в 13 так что действительно получается по версии но это не близко он тогда по-другому работала система и в течение года было три чемпионата мира на какие были такие выигрывал на каких какие вопросы тут ну вот за ст мара пока не побеждали на wc с и понятное дело уже не победят он закончился теперь можно победить на esl pro tour феврале 2021 года но еще здесь и сейчас но об этом говорить пока рано потому что заст просто пришел блин к сталкерами убедился что тут у инновейшн на танке инновейшн кучу зданий спрятал слева куда не добраться ну и конечно про прокси базу показать ничего не знает тут такая интересная обманка протос который видит тирана сидящего на двух по идее но разве что по таймингам новых бараков могут что-то заподозрить но это сложно сам по идее должен просто видеть что нет 3 3 cc да и перестраховываться про то смысле я вам сказал террин протос который видят тирана такого соответственно террин там раскачивает третью базу и она так поставлена что в принципе если что рабочим не так-то далеко и уехать домой на базу которая под мэй нам находятся на ту позицию которую легко прикрыть зас добавляет и ты уже 100 плюс один делается это просто можно сравнить с билдом трэпа помните который по рабочим был далеко впереди в первом сайте но так перехалявил добавил 2 фарджей настолько поздние гиты что его просто бани порвал стартовом матче стартовом сайте стартовый матч инновейшно билд хотя из третьем сцена в основе в остальном очень ой почему навычно уже стал бил очень адекватно аккуратненько с одной фарджой но опять же не будем забывать что он не видит 3 командного цена вот сейчас есть четвертый то есть он думает ага тут поздняя третья я впереди поставлю даркшрайн а если бы он был позади он бы подумал так блин тут 4 база я позади надо даркшрайн ставить тут уже по-другому то никак интересная позиция у танков она вроде и третью прикрывает и вторую до любопытная история эту историю выбивает зэс как-то иммортал очень быстро минуснули танки подкрепления не хватает вот почему не хватает потому что отбивался innovation дома на мэне и отбился нормально но получает теперь force field он не зерк кинуть корзив байл не может 15 рабов в итоге innovation теряет вздумает что у него все очень хоро на самом деле конечно если innovation проигнорит этого зилу то окончательно он тут и всю минеральную линию убьет не успели сталкеры дотянуться до этого медивака выбивают или не выбивают не выбивает эту мину но за спорта разминирует помощью блинка неудачно кстати потому что в итоге блинк прыгнул часть сталкеров блинком прыгнули именно туда куда выстрелила мина но сбили только щиты так что невелика проблема спрашивают если на esl слоты для корейцев на чемпионате мира то конечно есть там будет половина корейцев примерно и половина не корейцев то есть там часть гарантирована слотов всего 36 игроков насколько я помню по 12 гарантированных и по 6 спорно смотря кто выиграет общие турниры категории global может быть стоит перечитать самый первый анонс системы esl pro tour или посмотреть видео на моем канале которое посвящено этому анонсу в котором довольно подробно разобрано кто будет играть тем временем дарк приходит на базу которую я не знаю как называть но давайте ее по классике называть 3 ту базу будем называть прокси ну или еще есть такой термин ниндзя но обычный ниндзя nexus потому что просто сушь ниндзя террены чё так ходит с дубиной всем по башке давит ты а клик бам ты а клик бам так же геймплей работает помидор как там учил людей прилетает погодите я хотел да и mp все правильно какое-то просто она вроде не по юнитам протаса было нет ну ладно в итоге емп попадает по всем иммортал это прикольно всю правую часть зилотов отконтролил innovation потерял танки но важно ли это тут можно попробовать всех имморталов выцепить они конечно сами по мародерам очень много урона наносят но у них барьера нет погибают иммортал и nexus на к на лалах просто там выживает наверное новейшина вода бьет там под заходит нет погодите это не тот нексус секунду innovation innovation там другой ну ладно это уже неважно выигрывает он игру убивает и тот nexus и другой и все на свете доволен на ваше заблудился немножко но знаете корейцев есть традиция каждый новый год innovation с друзьями ходят в баню но засток и сказал иди ты в бане innovation наливнул из игры ну что сейчас здесь наверно нажал ревинт да и думает да ёшкин корень такое бывает на самом деле когда ты играешь потеешь думаешь что у тебя равная макро игра тут тебя давит и давит и давит и давит в итоге ты проигрываешь думаешь да что ж такое если ты чекаешь реплей ты видишь что там была база в углу и на это даже надо непонятно как реагировать на самом деле но на профессиональной сцене понятно как реагировать просто грузиться в следующую карту ну и держать в уме что была такая заготовка вряд ли она повторится особенно nightshade империю дзену брал заст обсидиан golden волбана это новейшина слышали мы все наверно байку про то что на golden воли innovation проиграла с с двумя золотыми nexus ами я игру признаться не видел но заст вполне возможно видел хотя мне кажется два золотых nexus и не его стиль то есть там золото на стене дры духа братуха там вот это все это мне кажется не про инновейш и не про заст заст парень скромный алкеров с блинком построил есть а из ее очки есть можно было расслышать что корейские комментаторы прыгнут корейский аннаунсер вернее произносит никнейм за 100 как джаст потому что буквы за в корейском алфавите нет придумал задачку для своих родных комментаторов комментаторы правда в основном называют по именам игроков больше никнейм и так для западной публики ну и в целом как то как обязательный атрибут гейминга а здесь очень оригинальная стенка обратите внимание это реально стенка от запрыгивания рифера то есть она не было стриперу проникнуть кроме как через натурал она делает все то же самое что нормальная стенка наверху но при этом позволяет оппонента пропушить эффективнее потому что юнитом идти гораздо ближе если такой план есть а он наверное есть учитывая быстро и кибернетку а там тем более за стратегия отыграла через быстрый быстрого зилота ответом на барак которого он не нашел сразу дальше барак он нашел но соответственно уже зил то конечно отменять не стал просто отправляет его вперед чтобы заставить инновейшина ставится цена верху ну а у инновейшин это тут два газа ранних быстрая факта второй барак и какой-то агрессивный гейминг планируется рабочий прячется на стенку прям рипер зил это на себя накинул если по ночью ему прописал апперкот как mortal комнате 3 у кого но в третьей части вроде бы у сайрок со что ли был такой прием ракеты на себя подкидывать ну ладно я небольшой прям знатож файтинга к тому же третья часть была примерно 7 частей mortal kombat назад так что сейчас это уже не очень актуально а тем временем довольно актуальный пуш от зеста но вот выходит танк естественно помогает с этим справится раскладывается на хайграунде минус зилот быть тебе друг драгуном в первом старкрафте теперь до нового за 100 вот такая вот стенка получается интересная штука я не знаю может я слоупок но я пока такой стенки еще на этой карте не видел от протосов не улетел рипер подкрасил текстуру своим содержимым как все за спрос на халяву юнитов забирает приходит и забирает у инновейшн вниз решил переразложиться это возможно ошибка полетели тени инновейшн не успевает но не будет заст прыгать не знаю если заст еще и стал кроме подошел танк был не разложен возможно он бы забрал танк но заст не хочет рисковать у него есть вторая база у соперника нет и он резонные вопросы тебе задает а на хрена если и так все хорошо вопрос который зачастую мы в старкрафте себе задать не можем а потом удивляемся в принципе заст в отличие от нас тут все прекрасно понимает что он имеет дело ну хотя как вот у инновейшн на тоже интересный план на матч до прошлой игре он спрятал командный центр естественно он понимал что заст чекнет реплей и об этом узнает и что он делает во втором сайте он играет одна базовый пуш и что по идее не может не думать про тос может быть там снова базовую возможно он только делает вид что это пуш но тут прилетает заст призмой с адептами во первых убивает экономику ну правда не контролят но адепты юнит хорошие они и сами разберутся а на издовар взил это а во вторых что тоже немаловажно он разведку имеет полную он видит три барака и понимает что это реально пуш с одной базы здесь выходит и mortal new innovation но там очень много нужно дизраптора строится помнится я рассуждал совсем недавно до трет играл или кто я рассуждал о том что возможно колосс не самый крутой юнит как раз тоже на найтшейде ну вот возможно нам сейчас заст как раз наглядно показывает что я был не прав потому что три танка по крайней мере от зоне для дизраптора он не дотянулся своим залпом сейчас попробует возможно еще раз ну и собственно нельзя забывать что непробитый танк дизраптор не убивает его опускает на красные хп полетела сфера вот так да но там есть рабочие они просто вычинивают должен подойти и мортал сделать тут но и мортал то делая в спину подходит армия протаса это со все еще сильно больше рабов то есть ему надо просто когда отбиться ну вроде бы этот блок он выбивает вы навечно два танка еще и навечно не может себе позволить никакого плана б ох ты за ст успевает сейчас он отдаст этого иммортала нет успел от контролить первый раз второй раз нет сфера ужасная две сферы убили одного морпеха чести конечно много ему на не успел я понять что там было в табличке но вроде как за сильно больше потерял на данный момент но он больше добывает но проблема в том что из-за его вот этого вот креативного креативной постановки зданий у него сейчас там вообще гейтов жене или только кибернетки вот ворончат наверху там минус призма остается всего один дизраптор он дает классную тычку зилоты выбивают два танка но на этом все что есть против морпехов пока что ничего да есть там 4 гейта наверху достроилась кибернетка тут же варп сталкеров сталкеры конечно здесь намного эффективнее чем все остальное видимо nexus отдает зэст по или менее может себе позволить это хотя конечно плохо что пробки здесь оказались зажаты им бы нам и не добывать может даже рекол надо нажать назад бустит гейты конечно же подходит снова дизраптор дает по танку зал танк надо добить танк надо добить за с низ контролил сталкеров которые спускались снизу ну что вроде сама по себе страта примитивные и даже глуповато это новейшина да с одной базы сделал здание поставил юнита вперед я это называю геймплей барака из доты то есть ты просто строишь юнитов и идешь вперед но все-таки надо понимать что она не в вакууме существует а именно в этом матче в котором ну как мне кажется был элемент вот этой обманки с прокси командным центром самое интересное что за ст вроде как вообще не повелся он и не бегал не разведывал там задницей в мыле он ничего особо не делал чтобы проверить и такое чувство что с самого начала и до конца все понимал и играл дизраптора но возможно такая массированная контратака была ошибкой то есть он заскочил первыми четырьмя адептами которые могли убить все если бы он их просто чуть лучше подконтролил вместо этого зест послал призму сделал туда еще один до варб и мне кажется что в том числе вот этого не хватило чтобы потом отбиться дома но может быть он просто думал что до варб вынудит инновейшина вернуться но получилось совсем не так то то есть инновейшин принял правильное решение ну и в итоге отправляется в матч победителей матча 5 твт ну а в лазерах мы будем смотреть пвз почему бы и нет оставляем антиспойлер для зрителей в записи и после перерыва будем смотреть winners матч а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...